Если твой сосед по парке стал источником заразы, обними его и в школу 3 недели не придешь. Никогда не мойте руки, шеи, уши и лицо. Дети, вы слышите, какие я вам даю советы? Никогда не мойте руки, шеи, уши и лицо. Это глупое занятие не приводит ни к чему. Вновь испачкаются руки, шеи, уши и лицо. Так зачем же тратить силы, время попусту терять? Стричься тоже бесполезно. Никакого смысла нет. К старости сама собою обрусеет добро. И еще, дети, вам совет, когда вы придете с мамой в магазин. Если мама в магазине вам купила только мячик и не хочет остальное, все, что видит, покупать, встаньте прямо, пятки вместе, руки в стороны расставьте, открывайте рот пошире и кричите букву «А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А а история вредный совет, который я надеюсь скоро устареет, потому что уже даже в России есть такие кабинеты зубных врачей, где детям не больно, и они не рыдают. А раньше это было так. Когда тебя родная мать ведёт к зубным врачам, не жди пощады от неё, напрасных слёз не лей, молчи, как пленный партизан, и стисни зубы так, чтоб не сумела их рожать по фазу в медврачей. Теперь я детям говорю, молчи, как рыба партизан, потому что они не знают, какие партизаны. Ну давайте вот что сделаем. мне вообще очень хочется вам прочитать кусочек из моей совершенно новой книжки, ещё не издан, которая называется «Дети и дети». Эта книжка, даже, я не знаю, как сказать, такой психологический практик, где я всё перевернул вверх ногами, где с детьми происходит то, что обычно происходит со взрослыми, а со взрослыми то, что происходит с детьми. Но ведь все мы учим наших детей держательничать. Учим их, чтобы они дружки свои давали и всё. Я давал взрослым, отцам подрастающих детей совет, что приучайте своего ребенка делиться своими дружками, и не забывайте ежедневно покупать ему новую. Но почему-то страстное желание, не знаю, как здесь, а вот в России, вот такое вот страстное желание родителям этого участия в пути делиться всем, чем попало, меня вот подвину на такую вот историю. Это называется смертельные котлеты от жадности. Маме одного мальчика купили новое платье, сережки, туфли на стройных каблуках. Мама надела, папа ахнули. Пойдем по улице погуляем, пусть все видят, какая ты у меня красавица, какая у меня красавица жена. Пошли, и обрадовалась мама. Родители мальчика спустились во двор. Парни, знакомые, соседи увидели маму в новом платье, стали завидовать. Ух ты, круто! Отпад! Неслабая жена! Где такую отхватила? Это вы еще не видели, похвастался папа, как она танцует, и не слышали, как поет. А попробовали бы ее котлеты и вообще под завистью умерли. Мама улыбнулась. Папа хотел еще хвастаться женой, но мальчик, который все слышал, выглянул из открытого окна и сделал папе замечание. Не хорошо хвастаться, не тактично. Может, у кого-то нет такой замечательной жены? Ему обидно. У меня, признался один знакомый, такого жены нет. У меня никакой нет, сказал другой знакомый, мне еще обиднее. Вот видишь, папа, хвастаться, плохая черта характера. Будешь хвастать, никто с тобой не станет дружить. Не буду, пообещал папа. Только по улице с мамой погуляю, и все. А можно, попросил один знакомый, мне чуть-чуть, одну минуточку, совсем немножко, по двору с твоей женой пройтись. Погуляю, если, конечно, она не возражает. Мама, пожалуй, плечами поглядела на папу. Нет, нельзя, хотел грибнуть папа, но увидел, что мальчик неодобрительно смотрит на него из окна. Грибнул. Ладно, только недалеко, до того столба и обратно. Знакомый взял маму под руку, вежливо повел к столбу. Целую минуту папа терпел, потом не выдержал, побежал, догнал парочку, пошел рядом. Нечестно, заметил знакомый, бережно переводя маму через маленькую лужицу, так не договаривались, но уже втроем гуляем, это не считается. Папа встахнул, отстал. Знакомый не спеша довел маму до столба и еще впереди повел обратно. Иди быстрее, крикнул ему папа. Быстрее нельзя, возразил знакомый. Не с работы торопимся, гуляем. Гуляем медленно. Нетерпеливо, переступая с нами на ногу, папа дождался, когда знакомый наконец-то довел маму до него. Отдавай жену, потребовал папа. Минуточка давно кончилась. Не от мы ни отсюда гуляем, но на той скамейке не отдал маму знакомый. Возле скамейки папа хотел взять маму под руку, но его отдыхнул другой знакомый. Куда без очереди? Какая очередь, испугался папа. С женой гулять? Папа оглянулся, увидел знакомых, которые выстрелились в той всей скамейке длинный хвост. Нет, тихо сказал папа, это не ваша жена, моя. Не хочу, чтоб вы все с ней гуляли. Да мы не все сразу, по одному. Все равно нет. Не жадничай, что тебе жалко? Так, краснеев гуртнул папа, жалко. Мы уходим домой. Мама взяла папу под руку, папа шагал Аллу, как мам. А мама шла с очень серьезным лицом, изо всех сил стараясь не засмеяться. Жадина, говядина, кричали вслед папе знакомые. Жила, шмот. Папа обернулся, показал им язык. Мальчик из окна все слышал и видел. Дома, когда нахохотавшаяся мама шла в кухню жарить котлеты, мальчик подошел к папе, положил ему руку на колено. Ты поступил неправильно, сказал мальчик. Пожадничай. Это некрасиво. Друзья не будут тебя уважать. И пусть, насупился папа, сам буду с мамой гулять один. Жадность, отвратительная черта характера, вздохнул мальчик. С ней надо бороться. Мама, моя жена упрямо, сказал папа, не их. Вот вздохнул мальчик. Мое, моя, не ваша, любимая, слава жадене. Смотри, не сумеешь победить жадность, сам перестанешь себя уважать. Подумай об этом. Вечером мама кормила мальчику и папу ужином. Папа жевал котлеты, слушал, как мама напевает свою любимую песенку, думал, что, наверное, скоро придется совсем перестать себя уважать. он смотрел на маму и понимал, что никогда-никогда не сумеет победить свою жадность. Аплодисменты и думал, что папа одного мальчика умел выбывать крупные пузыри и жвачки. Мальчик его сам научил. У папы здорово получалось. Как-то пришли к мальчику на день рождения детей. Друзья сотворались, класса, веселились за столом, котировку пили, бутерброды ели с пирожными, играли в разные игры. Потом одна толстая девочка спрашивает. Правильно у папы твоего пола? Пузыри выдавайте, хуже любого ребенка. Да, говорит мальчик, он у меня умница. А что ты его от нас прячешь? Покажи. Остальные гости тоже зашумели. Правильно, давай, заебал, хотел посмотреть. Папа позвал мальчика, иди сюда. Папа заглянул в комнату, програлся между детей, подошел к мальчику. Вот он у меня какой, похвастался мальчик. И повернул папу лицом костя. Просто прелесть, сказала толстая девочка, собралась на стул, ухватила папу за левую щеку и ущипнула. Не очень плохо. Другая худенькая девочка хотела ущипнуть папу за другую щеку, но папа увернулся. Девочке не обиделось. Какой милый папа. Наверное, зарплата у него большая, не мешает. Не очень ловнулся мальчик. Зарплата у нас средняя, но неплохая. Папа покраснелся. Вот тебе жвачка, сказали папе. Ну-ка, выдай пузырь, чтобы вы все ахнули. Нет, говорит папа, мне сейчас не хочется. Что значит не хочется, если тебя просят? Да он засмеялась, толстая девочка. Наверное, стесняется, скромничает. Не очень трудно, бойки, папа. Бойки, бойки, говорит мальчик, сейчас выдает. Наверное, подбегнул гостям другой мальчик в очках. Твой папа просто боится, что не получится. Как это не получится, подбегнула мальчику в очках худенькая девочка. У такого замечательного папы обязательно получится. Все гости стали уговаривать папу не бояться. Показать, какие он может выдавать крупные пузыри. А я и не боюсь, сказал папа. Взял жвачку и начал жевать. Пока ужевал, худенькая девочка заспорила с толстой, чей подарок имениннику лучше. Все пропаду заполнили. Папа не знал, выдувать пузырь или пока не выдувать. Стоял с полным ртом, ждал, когда на него посмотрят. Наконец мальчик в очках закричал, хватит спорить. Обратите внимание, тут папа нашего именинника жаждет нам таланты свои показывать. Папа хотел сказать, что не жарит, что они сами просили. Но в арду было много жвачки, и папа промолчал. Давай, дуй, захлопали гости в ладоши. Папа подуй. Пузырь получился не очень большой, быстро лопнул. Забрызгал папе на счет. Гости перестали лопать, сказали, ничего страшного, всякое в жизни бывает. Мальчик, ты должен еще раз попробовать, на девочке замокая руками. Хватит, не надо, пусть лучше стихотворение расскажет ей, песни спорят. Какое расскажет стихотворение, не спросили девочки папа. Никакой, бутыл папа. Ого, какие мы сертифики. Интересно, кем же он где стать собирается, спросила именилица, именилина худейная девочка. Хочет быть пилотом первого класса, сказал мальчик. Летчик нам, значит, молодец, мечтатель. Похвалил папу другой мальчик в Акшар. А возьмут ли, усмехнулась толстая девочка, такого сербитого папу-летчика. Я тихо сказал папу, давно летчик, пилот второго класса. На международных авиалиях скоро будут пилоты первого класса. Конечно, скоро, согласился мальчик в Акшар. И хотел подлепать папу под правой щеке. Но перед ним он решил не пачкать пальцы жмачкой. Не самим печалиться, пожелала папу хулик, гудитная девочка. Второй класс это тоже почетный. Ну да, все-таки не третий. И хитнула толстая девочка и предложила папе бутерброд. Папа потом ударил, отказался. Ладно, сказал мальчик. Не хочешь бутерброд, тогда попрощайся со всеми и иди за ней своими делами. Вечером, когда гости уже разошли, мальчик зашел к папе в комнату, поцеловать перед сном и заметил у папы на глазах слезы. Ну вот, окончился мальчик. Так и знал, что из-за пузыря расстроишься. Глупо переживать каждую свою неудачу. Не по-мужски, тревать, забудь. Все, договорились, пролетись на бочок и сплю.